В Амурском районе будет создан кластер по обслуживанию жилья. 28 января в зале заседания администрации Амурского муниципального района под председательством главы района Ивана Масько прошел круглый стол на тему «Кластер ЖКХ. Модное слово или жизненная необходимость?» В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации по экономическому развитию Павел Боровлев, член общественной палаты Хабаровского края Максим Выборов, руководитель ЖКХ «Контроль» Сергей Мазунин, председатель собрания депутатов Виктор Соколов, начальник управления по обеспечению содержания муниципального хозяйства Сергей Лёзин, главы поселений, директор ООО «Водоканал» Олег Жуковский и другие. Задача главы – это создать комфортные условия именно для проживания населения на наших территориях, для того, чтобы услуги коммунальные были качественные, чтобы население было удовлетворено об этом условии. Задача управляющих компаний, ресурсоснабжающих, жилищных организаций, значит, естественно, чтобы эти организации работали, естественно, чтобы получить какую-то, пусть она небольшая, привык, да, чтобы они тоже развивались, чтобы работали люди в достойных условиях. То есть у каждого свои задачи, свои условия. И в последнее время, в последнее время, еще и мы обратили внимание, наверное, все заметили, все почувствовали, к этому вопросу активно подключилось еще и общество. У нас сейчас и в обсуждении, и в рамках контроля за деятельностью вот именно в сфере жилищно-коммунального комплекса. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства является одной из самых сложных и самых критикуемых нашим населением. В связи с реформированием жилищно-коммунальной сферы в последние годы вносятся много изменений в законодательство, регулирующие предоставление коммунальных услуг, обслуживание многоквартирных домов. Перед местными администрациями, в том числе как собственниками имущества ЖКХ, ставятся новые задачи и устанавливаются новые обязанности, в частности, передачи имущества ЖКХ только в концессию. Концессионное соглашение заключается ради эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, повышение качества товаров, работы и услуг, предоставляемых потребителям, создание и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. В последние годы в регионах страны реализуются различные проекты по созданию новых структур, позволяющих объединить усилия всех органов власти и организаций, занятых в сфере ЖКХ. Создаются саморегулируемые организации, защищающие интересы организаций ЖКХ, общественные центры для защиты интересов собственников жилья, центры кластерного развития, некоммерческие организации регионального уровня, работающие по принципу управляющих компаний на уровне региона и так далее. В соответствии с районной программой социально-экономического развития района на 2011-2015 годы и новой программой до 2020 года в Амурском районе запущен процесс создания муниципальных кластеров различной специализации. С 2011 года в районе ведет деятельность туристический кластер. В процессе его создания и деятельности органов местного самоуправления района появился определенный опыт по внедрению кластерной модели управления. У нас в Хабаровском крае организован кластер авиа и судостроения. Он официально зарегистрированный. Кто был, может быть, в прошлом году на форуме в городе Коксомольске, как раз проблеме и вообще направлению организации кластерной политики, там вопрос был уделялся. У нас понятие муниципальный кластер, он у вас в раздатке есть, понятие да и определение. У нас зафиксирован на мотивно-правовом акте, который утверждено решением собрания депутатов положение об инвестиционной деятельности. То есть, учитывая, что у нас в программе социально-экономического развития Амурского муниципального района на 2011-2015 год кластерная модель была принята представительным органом, то есть, означатым населением. Поэтому мы приступили, как Иван Владимирович сказал, в 2011 году к созданию кластера туристического. В плане было написано 7. И в программе социально-экономического развития района, которую мы обновили с учетом происходящих изменений в прошлом году приняли, у нас задача стоит к 2020 году создание четырех кластеров. Вот, собственно, мы и приступаем в рамках реализации программы к обсуждению создания кластера по обслуживанию жилья. Все-таки не кластер ЖКХ, а кластер ЖКХ, это мы говорим, ну, как бы, простым языком, да? Но вот этот момент, кластер обслуживания жилья. Большинство субъектов сейчас организовывают кластеры, причем в разных направлениях. Ими, экология, может посредить Самарская область очень хорошо, Калужская область. То есть очень много, большое количество субъектов занимается созданием кластеров. Но, как правило, эти кластеры на региональном уровне, да? То есть более региональном. На муниципальном уровне практика очень минимальная. В соответствии с действующей районной программой целесообразно использовать кластерный подход и в решении проблемы оптимизации системы управления муниципальным жилищно-коммунальным комплексом Амурского района. Не исключены и другие варианты совместного сотрудничества собственников жилья, жилищно-коммунальных организаций, бизнеса, органов власти, инновационных структур с целью изменения ситуации в сфере ЖКХ, которые направлены на улучшение комфортных условий проживания граждан. На мой взгляд, одним, да, наверное, может и единственным выходом является внедрение инновационных технологий в сферу ЖКХ, дабы снизить себестоимость. Других путей я просто на всем не вижу. Это и касается и возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, борьбы с потерями, и инновационных и инновационных организационных каких-то управленческих вещей, которые касаются управления, собственно говоря, домами как таковой. Потому что, наверное, вы слышали все и знаете, что сейчас и это будут претерпевать очередные изменения. На сегодняшний день появились еще некоторые другие виды инноваций в связи с тем, что мы живем в рыночных условиях, которые, наверное, необходимо упомянуть. Вообще в классическом варианте инновационная деятельность, это комплекс научно-технологических, организационных, финансовых и коммерческих предприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний технического прогресса, улучшающих условия труда, снижающих себестоимость и прочее, прочее, прочее. Так вот, вообще в принципе инновационной структуре выделяет, принято выделять технологические, технические мероприятия, правовые, социальные, экономические, организационные, информационные, конституционные и так далее и тому подобное. Я думаю, для нас будут интересны три вещи, которые я бы хотел показать на примерах. Что будет удобнее, наверное, делать в кластере, когда усилия будут объединены, собственно говоря, и где можно будет работать с каким-то определенным лицом, с понятным всем интерфейсом, который будет замыкать на себе все вот эти связи горизонтальные, я уже имею в виду. Наверное, на первое место надо поставить организационно-управленческие, информационные вещи, которые, ну, конечно, это, наверное, информационные, понятно, это единый сайт, это постоянно мониторинг законодательства, это внедрение инноваций системы управления, потому что, кто сказал, собственно говоря, что у нас три способа заявленных управлением на квартирными домами являются единственными и конечными. Почему нельзя использовать смешанную систему? Почему нельзя, ну, на мой взгляд, и мы продвигаем эту идею, зачем тратить очередные деньги и потом ваши деньги на то, чтобы купить лицензию? Мы понимаем, что все равно будет продаваться и покупаться. Не проще ли подготовить управленцев квалифицированных? Прежде всего, кадры. Как это сделать? Ну, я думаю, может вернуться к системе управления, а, например, управдомов оплачиваемых. Почему бы и нет? Тогда и обратную связь, может, мы получим с общественностью поближе и получше. Может быть так, а может быть как-то по-другому. Где это все обсуждать? На каких площадках? Где к этому стремиться? Где вырабатывать? Где вносить законотворческие инициативы? И откуда выходить? Ну, наверное, да. С управляющей компанией к кластерным образованию. Если он, конечно, когда-то появится, это дело удобнее, лучшее, которое будет представлять сразу целый куст предприятий, которые будут, ну, какую-то консолидированную, единообразную политику вести. Вторым значимым блоком Максим Выборов выделил социально-экономический и правовой. При консолидированной позиции было бы проще выходить на районы или городской совет депутатов с просьбой о внесении каких-либо законодательных инициатив на каком-то уровне. И не менее важным третьим блоком были озвучены технико-технологические инновации. Наше правительство одно из первых, а может быть и первые единственные, кто приняли закон о государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае. Там перечень льгот, который предоставляется именно инновационным предприятиям, достаточно большой и широкий, вплоть до прямого субсидирования государственной денежной поддержки. Поэтому, чего не хватает нам в этой ситуации? Почему я об этом говорю? Ну, наверное, прежде всего, как мне кажется, не хватает места или структуры, которые бы эти пилотные, инновационные, новейшие вещи все опробовывало бы. Потому что, когда мы вышли с края с этим предложением, они говорят, а чего вы начинаете из эпички? Вы у себя такую площадку хотя бы сформируйте на уровне района, законодательной, чтобы она где-то в программу вошла. Мы вас с удовольствием поддержим, и тогда вы пойдете в краевую программу. После выступления докладчиков участники «Круглого стола» приступили к обсуждению заявленной темы. По итогам обсуждения большинство участников «Круглого стола» сделали вывод, что кластер ЖКХ – это жизненная необходимость. Приняли резолюцию с рекомендациями органам местного самоуправления и организациям, ведущих деятелей в сфере ЖКХ, приступить к созданию кластера по обслуживанию жилья. Распоряжение администрации Амурско-муниципального района о создании Координационного совета по созданию кластера будет издано через две недели, заверил участников «Круглого стола» в конце заседания глава района.